С большой тревогой слежу за событиями в Грузии. Хочу напомнить, что от Грозного до Тбилиси всего 200 километров. В России по неофициальным данным почти один MLN грузин. Наши народы связаны вековыми узами-узами дружбы и единства. Грузинскую культуру, литературу, искусство мир познал благодаря России. Именно в нашей стране расцвел талант каждого из писателей, поэтов, композиторов, артистов и актеров Грузии. Что касается народов Грузии и Северного Кавказа, то у нас тысячи причин жить в мире и согласии. И ни одной причины смотреть друг на друга с ненавистью. Однако, в последние годы в Тбилиси появились вскормленные и взращенные в США и на Западе политики, которые главным смыслом своей жизни считают превращение Грузии и России в злейших врагов, внесение раскола между народа Грузии и России. Аллах свидетель, что мы в Чечне пытаемся наладить тесные связи с интеллигенцией, учеными, деятелями культуры Грузии. Всегда радушно принимаем их в Грозном, приветствуем обмен делегациями. Мы помним правила своих предков, что с соседом нужно жить в мире и согласии. При этом стремимся не поддаваться на провокации грузинских органов, которые на границе всячески препятствовали. События последних дней свидетельствуют, что в Грузии еще сильно влияние антироссийских политиканов. Мы убедились, что они долго искали повода для новой истерии против России, пытаясь оказаться впереди западного паровоза, будучи всего лишь ЖД-платформой. Во всем мире принято с уважением относиться к иностранным делегациям, тем более парламентским. Власти Грузии не обеспечили безопасность и возможность нормальной работы депутатам Госдумы. Подогреваемые Западом силы организовали беспорядки в Тбилиси. Президент Грузии Саламезу Робешвили не нашла ничего лучшего, чем обвинить во всем Россию, утверждая, что Москва заинтересована в расколе Грузии и ее общества. И эта речь произносилась на отчете перед послами США и западных стран. Госпожа президент глубоко заблуждается. Именно Россия заинтересована в том, чтобы в Грузии царили мир, единство и согласие. Пора властям Грузии понять, что нет у нее ближе соседа. Нет другого государства, которое в час беды быстрее всех протянет руку помощи, чем Россия. Не мешало бы посмотреть, сколько стран и народов погубили их горячо любимые США. Хочется надеяться, что здоровые силы грузинского общества найдут в себе волю, чтобы стать хозяевами своего отечества и ее судьбы. И еще в 2018 году граждане России оставили в Грузии 3,5 МЛРД знак доллара. А чего добились антироссийские радикалы? Это Грузия почувствует, когда опустеют отели, рестораны, кафе, пляжи. Подпишитесь на данный канал, нажмите на колокольчик и поставьте лайк. Спасибо. Спасибо.